Ярмарку вакансий организовали сотрудники Центра занятости населения совместно с Комитетом по делам молодежи района. Представители учебных заведений к приезду учащихся подготовили свои выставки. На мероприятии была организована и презентация вузов, среди которых был и Башкирский государственный аграрный университет. Цель нашего приезда – это принять участие в ярмарке вакансий учебных заведений, за что я хочу поблагодарить отдельно вашу администрацию за пригласительное письмо. Сегодня я приехала, естественно, не одна, я приехала с агитационной бригадой Терравита, которая известна не только в Российской Федерации, но и за ее пределами. Систематически наша Терравита выезжает в республику Казахстан, в такие города, как Ак-Тубея, Уральск, Рудный, Костанай. В университете всего 8 факультетов, среди которых механический факультет, факультет энергетический, экономический, как я сказала, информационных технологий и управления. В общем, факультет пищевых технологий, природопользования и строительства, агротехнологии и лесного хозяйства. Поэтому мы, естественно, наша основная цель сегодня – привлечь абитуриентов. Если посмотреть на современный рынок труда, наш университет предлагает востребованные профессии. Особой востребованностью пользуются государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, туризм, ветеринария, механизация, электрификация, ну и, естественно, пищевые технологии. Ресторанное дело у нас есть. Также у нас есть ландшафтная архитектура, поэтому студенты могут приехать достаточно много направлений и обучиться. У нас как коммерческие места есть, так и бюджетные места в университете, пожалуйста. Поэтому приемная комиссия начинает работать у нас в июне месяце. В наших информационных буклетах, которые мы сегодня принесли, это все прописано. Абитуриенты могут узнать информацию с нашего официального сайта – это www.bsau.ru – во вкладке «Абитуриенту» и задать любой вопрос приемной комиссии. Приемная комиссия работает в режиме онлайн. То есть в любое время суток абитуриент может задать любой интересующий ему вопрос. Об учебном заведении, где готовят высококвалифицированных специалистов для аграрного сектора экономики, рассказали и бывшие, и нынешние студенты аграрного университета. Вообще у нас в университете спорт очень сильно развит и поддерживается. И вот эту агитационную бригаду нашу, Терровита, которая называется, собрала Гарифульна Альбина Фатиховна, чтобы привлекать студентов. Несколько лет назад мы начали заниматься этим и посетили уже и Казахстан, и все города России. И знаете, поток абитуриентов в разы увеличился. Ребята едут, поступают, ЕГЭ все на уровне сдают. У нас там нет таких заоблачных баллов, чтобы поступить. И поэтому все замечательно, все довольны. На ярмарке ученических мест были представители Сарапольского колледжа для инвалидов. Сегодня важным направлением в обучении молодежи является и внимание к маломобильным жителям. Никто не должен быть ограничен в желании учиться и получать профессию. Сарапольский колледж для инвалидов поступает на базе после 9 классов обучения и после 11 классов обучения. Обучающиеся могут прийти, узнать всю информацию о условиях поступления на сайте учебного заведения. Обучаются у нас студенты по очной форме. Есть элементы дистанционного обучения присутствуют. Есть профессии 2-3 года 10 месяцев. Есть у нас такое направление открыто, как профподготовка. На профподготовку учащиеся у нас поступают на общих условиях и обучаются в течение 10 месяцев. Без предъявления требований к образованию. Это те люди, которые закончили коррекционные школы. Также у нас имеется автомобиль, оборудованный под ручное управление. То есть на базе нашего же колледжа можно обучиться на ручное управление инвалидам-опорникам, предположим. Направление по обучению всего 3. Это экономическое направление, швейное направление и радиотехническое направление. Три основные специальности, по которым можно получить ту или иную профессию. По поступлению необходимо консультироваться со своим врачом. С лечащим врачом и непосредственно уже на приемной комиссии. И хотелось бы воспользоваться моментом и пригласить всех 23 апреля в 11 часов на день открытых дверей в Сарапурский колледж для инвалидов, город Сарапул, Удмуртская республика, Мысовская, 62А. Будущих врачей готовы подготовить в Башкирском государственном медицинском университете, который не первый год заключает контракты с муниципалитетами на обучение. Рады принять абитуриентов, техникум промышленных технологий, медицинский и медико-фармацевтический колледжи города Чайковский Пермского края, а также бирский филиал Башго и Кушнаренковский сельхозтехникум. Город Нефтекамск на ярмарке представили пять учебных заведений.